Привет, бабуль. Ты не представляешь, что у нас тут творится. Вчера я с подругой Ганчера встретился, чтобы передать ей компот. А сегодня мы пошли с ней на свидание. Правда, оно было немного подставное. Так, о чем мне с ней нужно поговорить? Просто будь самим собой. Расскажи про свою бабушку, я не знаю. Тебе ничего делать не надо. Я сам все сделаю, понимаешь? Ну не, мне не очень нравится врать. Я же не умею и не люблю, ты же знаешь. Да кто тебя заставляет врать? Она что, подойдет тебе и спросит? Артур, а ты что-то замышляешь против меня и Ганчера? Ну вот видишь. Конечно, нет, она ничего не знает. Она думает, что ты сам ничего не знаешь. Что ты наивный парень, влюбился в нее. И она разведет тебя на деньги. Вот что она думает. А я предлагаю ей подыграть. Скажи ей, какая она красивая. Что ты никогда не ходил на свидания с такой красивой женщиной. Это же правда? Ну вот. Ну да, все верно. Вот только знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что я вообще не был ни на каких свиданиях. У меня от девушки даже самой не было. Вообще нигде не был. А вот это лучше. Не говорить. А вот поэтому я и не знаю, как и о чем с ней мне нужно будет говорить. Да, ты же тогда был на спиддейтинге с Марго? Ну? Тут то же самое. Отвечаешь на тупые вопросы. Задаешь тупые вопросы. Что она любит. Где она была. Какой ее любимый цвет. Все женщины, они любят отвечать на эти вопросы. Да что ты. Откуда ты можешь знать, о чем она будет говорить? Скажи мне честно, Вень. У тебя самого когда-нибудь в твоей жизни были девушки? Куча. Я их всех вдоль и поперек знаю. Еще у меня сестра бьюти-блогер. По ней можно всех женщин узнать. Кто? Бьюти-блогер. Ведет блог о красоте. С утра до вечера красится, фоткается. И зарабатывает, кстати, кучу денег на рекламе косметики. Прикольно. Ну, допустим, и дальше что? Когда ты ее увидишь, обрати внимание на одежду. Посмотри, какая она, скажи ей, какая она классная. Скажи, какие классные у нее духи, уши. Все что угодно в таком же духе. В кафе закажи, что она любит. Похвали ее вкус. Захваливай. Говори комплименты. И все. В общем, я и пошел на это самое свидание. Приятное местечко, да? Кстати, я компотовый попробовала. Он очень вкусный. Правда? Ага. Спасибо. Я очень рад. Кстати, а у вас очень красивая одежда. Спасибо. Давай только на ты. А, да, давай. И прическа у тебя. Точнее, волосы. Тоже очень красивые. Хорошо. И лицо, и глаза, и уши. Вот прям все-все красиво. Ладно. Спасибо. Ого. Очень красивая. Да. Спасибо. А какой твой любимый цвет? А, фиолетовый. Ммм, прикольно, прикольно. А любимая еда какая? Картофельное пюре. О! Я его тоже люблю. Да? Да. Да, классно. Кстати, ты был прав насчет Ганчера. Он мне уже неделю не отвечает. Да. А Марго, она не собирается в полицию заявление подавать? Он же все-таки ее ограбил. Да нет, она сказала, что она ничего не докажет и что ее отец не хочет шумихи. Кстати, она устроилась к нам на работу по Т-студию. Она хочет накопить себе денег и отдать их своему отцу. ВИП, ВИП. Что-то случилось? Не обращай внимания, там нет никого. Не смотри туда, не смотри. Что? Марго тебя ревнует? Да не, не ревнует. просто не смотри туда. Да что случилось-то? Сейчас специально туда смотреть буду. Не советую. Может, я помочь чем-то могу? Рассказывай, что случилось? Ну, серьезно? Ну, не могу сказать. Извини. Веня меня убьет. Веня – это кто? Это он в окне сейчас был? Это Веня там? Да. Да. Это он. Он мне все рассказывал. И в том числе, по поводу того, что ты, оказывается, тоже мошенница. и что ты работаешь на канчера. Не так ли? Я больше с ним не работаю. Мы расстались. Правда? Слушай, а что еще этот Веня рассказал? Расскажи, пожалуйста, я никому не скажу. Короче, он хочет вернуть себе деньги. И Марго тоже. Я хочу, чтобы никто не пострадал. Я не хочу, чтобы у них что-то плохое случилось. Да. Смотри, все будет хорошо. У меня есть план. Я сейчас тебе расскажу, и ты поймешь, что никто не пострадает. Угу. Я сейчас выйду отсюда, а он пойдет за мной. Но он же не знает, что ты мне все рассказал. И поэтому я перейду дорогу, зайду в магазин, похожу там, повыбираю, возьму каких-нибудь помидоров. Потом по дороге я случайно их оброню, посмотрю, следит он или нет. И если да, то прогуляюсь еще по району, а потом пойду домой и поднимусь на 16-й этаж. Но ты не переживай, ты не мой этаж. Пока он будет разбираться, как попасть в подъезд, я зайду к себе домой, спущусь на свой этаж, то есть и... К утру я съеду, он вряд ли там будет всю ночь сидеть и не найдет меня. И никто не пострадает. Ты вообще ни в чем не виноват. Правда, ты самый честный, самый добрый человек, которого я вообще встречала. Ты главное таким вот добрым и честным оставайся. Что? На таких, как ты, мир держится. Все хорошо будет. Ладно, я пошла. Пока. Потом она ушла отсюда и почему-то забыла свой цветок. А я остался один здесь, в этом кафе, вместе с ним. За соседним столиком сидела одна пара, которая о чем-то громко спорила. Чувак, 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 а можешь шутку ценить? Какую? Ну смотри, короче. Типа, смотри, у меня плохое зрение. И иногда из-за плохого зрения я прям вижу, как жизнь скоротечна. Потому что мне недавно навстречу шел ребенок, а когда он до меня дошел, это оказалось старая бабка. Знаешь, что я сейчас увидела, какую ситуацию? Долбоеб-долбоебу шутку рассказал. А потом я вышел из кафе вместе с цветком. И мне почему-то стало очень грустно. Наверное, из-за того, что я подвел Веню, и теперь он не вернет все свои деньги. И разозлится еще на меня. Наверное, Марго еще скажет, что из-за меня она тоже и свои деньги не вернет. И они оба будут меня ненавидеть. А у меня друзей и так особо нет. С ними-то все-таки было намного веселее часа всем одному. И я даже стал думать, что не такая уж я и белая ворона, раз у меня есть друзья. Но нет, это все обман. Марго дружит со мной, потому что ей негде жить. Веня, потому что хочет вернуть все свои деньги. А подруга Ганчера и вовсе со мной встретилась только ради компота. Да и как я могу быть кому-то интересен, если у меня даже мечты нет. А я как пустой пакет от кефира. Просто хожу, ем, сплю, посещаю туалет и все, у меня нет ничего. Веня хочет много денег, Марго найти парня, а я и не знаю, чего хочу. Кроме того, чтобы ты никогда не умирала. Сегодня уже полночь где-то, а Марго уже спит. И я сейчас записываю это видео в подъезде. Ну так, чтобы не будить ее. Ладно. Я сейчас зайду туда, выпью стакан кефира и буду ложиться спать. И еще, сегодня мне впервые ничего не снилось. пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова